Девушки отдыхают Какой смысл твоих речей объединит очарование, Лермонтон? Ничего уже не объяснить, что случилось. Мы не знаем сами, но еще пытаемся любить за зиму остывшими сердцами. Я еще коснусь ладонью твоих рук, но сердца уже спокойно бьются. Не осознавая почему, так нелепо люди расстаются. Вероника Тушнова, российская поэтесса. Красиво, правда? Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей погасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, бестревожно, то робостью, то ревностью, то мимо. Я вас любил. Так искренне. Так нежно. Когда я вам Бог. Любимой быть другим. Александр Сергеевич Пушкин Я улыбаться перестала. Морозный воздух губы сстудит. Одной надеждой стало мало. Одной песней больше будет. И эту песню я невольно отдам на смех и поругание. За тем, что нестерпимо, больно, души, любовное молчание. Ца Анна Ахматова. Люблю ее души. Дар поэта ласкать и корябать, Роковая на нем печать, Розу белую с черной жабой, Я хотел на земле повенчать. Сергей Есенин, российский классик, Який наипростейшими словами повертает душу. Попрыгунья стрекоза, Лето красное пропело, Оглянуться не успело, Как зима катит глаза. Бальки Крылова, актуальны на сегодня. Ты снилась мне беременной. И вот, Проживши столько лет с тобой в разлуке, Я чувствовал вину свою. И руки, Ощупывая с радостью живот на практике, Нашаривая реки, И выключатель. Иосиф Бройский, И ее любимый поэт. Служение мусор, И терпит суеты. Прекрасное должно быть величайно. Олександр Кошкин. В простых словах мудрость, Чи не только. О счастье мы всегда лишь вспоминаем. О счастье всюду. Может быть, Оно вот этот сад, Осенний за сараем, И чистый воздух, Лющийся в окно. В бездонном небе, Легким белым краем, Встает, Сияет облако. Давно слежу за ним. Мы мало видим, Знаем. А счастье только знающим дано. Иван Алексеевич, Лунин. Мне нравится, Что вы больны не мной. Мне нравится, Что я больна не вами. Что никогда тяжелый шар земной Не уплывет под нашими токами. Марина Цветаева. Так красиво про любовь могла писать Тихо Кишинка. Мы говорим с тобой на разных языках, Но вещи, о которых мы говорим, От этого не меняются. Мой любимый Михаил Бугаков, Мастер Мерогрета. Лучно, правда? Два года я молчала. Я молча. Я так желала в морду кирпича. Я так желала рот забить щебенкой. Она давала молоко мне с пленкой. Я позабыла, как писать в тетрадь. Волокордин, душевные болезни. Но кто мне напевает тихо песни? Но кто меня прощает? И опять. Сучасная российская журналистка и поэтесса Наиля Ямакова. Послушай, Ведь если звезды зажигают, Значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то же называет эти плевочки жемчужинами. Маяковский написал. Что ведь сам хотел сказать? Я не люблю, когда наполовину. Или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину, А также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, Червей, сомнения, почести, иглу. Или когда все время против шерсти. Или когда железом по стеклу. Я не люблю. Володимир Висоцкий. Мы поважаем русскую культуру как такую, Адже найкраще надбанное культура каждого народа Належит у всему людству. И политика жодным чином не должна стоять на заваде Культурно-мистерскому взаимозбагаченному народу. Але в той час, коли наші кращі сини нашої нації Гинуть від рук російського агресора, Ми категорично проти присутності на території України Низкопробних театральних команд так званих, Проти розвитку російської кіноіндустрії, Проти розвитку популяризації присутності в ефірах Низкопробної російськомовної музичної попси. І підтримуємо позицію наших колег Щодо заборони російського контенту, Країни-агресора у медійному просторі України. Ми, звичайно, поважаємо і цінуємо позицію, На жаль, не багатьох сучасних російських культурних діячів, Таких як Лія Хіджакова, Михайло Єфремов, Анатолій Пашинін, На жаль, вже покійний Альдар Грязанов, Макаревич Андрій, І віримо в те, що, власне, їхня позиція Може стати основою для майбутнього Паритетного взаєморозуміння між нашими народами. І окремий меседж ми хочемо послати до всіх глагалат. Панове, задайте собі питання, Коли займаючи такі високі посади, Ви мислите стратегічно майбутнє України, Чи перезвідуєте тільки сьогоденні дивіденди? Це наша мистецька, наша громадянська позиція. Ми зробили свій випад, а ви? Дякую за перегляд!